Гетмовис. Канал для всей семьи. Гетмовис. Канал для всей семьи. Все, я сплю. Тогда спокойной ночи. Пап, мам, а вы помните, какой завтра день? Какой? Обычный будний день. Вы что, не помните? Ну, конечно, помним, сынок. Завтра твой день рождения. А что вы мне подарите? Наберись терпения, Тим. Завтра узнаешь. Спокойной ночи. Так куда же они его спрятали? Какой нетерпеливый. Надо бы научить его терпению. Вот он. Нельзя открывать подарок до дня рождения. Раз, два, три, четыре. Встретимся в волшебном мире. Это вообще мы где? Добро пожаловать в лабиринт нетерпения. Так, где мой подарок? Тебе в эту сторону. Ну, в любой момент... Да, это неинтересно. Идем за подарком. Тим, стой! Не надо смотреть подарок! Подожди до завтра! Не слушай. Мы же не будем ждать. Мы же не вытерпим. Тим, что с тобой? А что со мной? Борода растет? Не рановато. Я забыла вас предупредить. У нас все происходит быстрее. У вас минута, у нас год. Или два. Или пять. Так, я за час уже дедом, что ли, стану? Нет, уж не хочу я видеть свой подарок только в 70 лет. Поэтому мы сейчас быстренько посмотрим подарок и вернемся. Лиза, бежим домой! Ой, тупик! Тим, куда нам? Лиза, за мной! Только путь к выходу не так прост. Но вы же не боитесь крапивы. Крапивы? Па-бам! Мы что, передумали? А другого пути нет. Я через крапиву не пойду. Лиза, у нас нет времени, я старею! И ты! Ай! Ну почему всегда так? Ай! Виноват ты? Ай! А через крапиву идти мне. Надо просто немножко потерпеть. Ай! Ой! Ай! Ай! Чего ты кричишь? Я еще ни разу не обжегся. Ну и так, на всякий суть. Так, куда дальше? А теперь тихо. Только не разбудите кота. А что тогда будет? Об этом лучше не знать. Мне кажется, у меня аллергия на косичную шерсть. Я сейчас чихну. Тим, терпи. Я терпену. Ты чего встал, дедуля? Ох, я уже старенький. Давай посидим, отдохнем. Нет у нас времени отдыхать. Старый ты пень. Ох, не осилить мне кожу такую. Да я уже и забыл, куда и зачем мы идем. Мы идем, чтобы домой вернуться. Дьявол, я твоя голова. Ась, не понял. Идем по дрова? Домой идем. Куда, куда? Домой. Возвращай нас домой, филоска пернатая. Пожалуй, уже пора. Три, два, раз. Возвращаемся сейчас. Пойдем-ка, Лиза, спать. Нет, только не сейчас. С днем рождения. Ну что же ты, Тим, открывай скорее. Тебе же так не терпелось. Открывай. Твои первые наручные часы. Правильно говорят. Терпение и труд все перетрут. Интересно, надолго ли хватит терпения у Тима или его? Ты сам потерпи и все узнаешь. Ничего не боюсь. Все спокойной ночи. Спокойной ночи. Паук, у меня в кровати паук. Испугалась. Паука. Тим, эта шутка дурацкая. Он резиновый. А если бы над тобой так пошутили? Ха-ха, не получится. Я-то ничего не боюсь. Лиза, почему ты плачешь? Я боюсь пауков, а Тим меня последствиями пугает. А хочешь узнать, чего боится Тим? Раз, два, три, четыре. Встретимся в волшебном мире. И сегодня, вашему вниманию, мы представляем захватывающий дух от трансового добро пожаловать в пещеру ужасов. И первым номером нашей программы «Папины страхи». Только бы не паукицы. Папа? Твой папа нужен для экспериментов. Мне он тоже нужен. Лиза. Папа, тебя хотят укройть инопланетяне. А, инопланетяне! А следующим номером нашей программы – «Мамин страхи». А вот тебе, девочка, шарик. Прекратите! Мама, это ты? Вообще не весело. Так, клоуны, сейчас вам будет не до смеха. Мне всегда акробаты больше нравились. Страхи Лизы, страхи Тима. Решила меня испугать, Лиза? А прямо сейчас мы узнаем, чего боится Маркиз. Папа, быстрее! Маркиза сейчас идеаль. Вау! Вау! И в финале нашей программы страх Тима. И страх Лизы. Ну что, Лиза, ты готова сразиться со своим страхом? Готова. Но сначала я испугаю тебя. Лиза, зачем ты это сделала? Мне так страшно! Здесь-то точно нету пауков. Ну и чего же ты боишься, Тим? А-а-а! А-а-а! Малки! Ха-ха-ха! Вот об этом я и говорил. Ну кто здесь самый смелый? Ну, конечно! Так-так... Надеюсь, вам понравился наш аттракцион. А-а-а! А-а-а! Лиза, здесь вам вверх! Это ты ничего не боишься? А-а-а! Ой, смелый мальчик! Ха-ха-ха! Ты вкусный! А-а-а! Лиза, спаси меня! Я могу! Спаси меня! А я и не знал, что я такой страшный! Ха-ха-ха! Тим, ты теперь понял, как мне было страшно? Понял! Я больше никогда, никогда тебя не буду пугать! Три-два-раз! Возвращаемся сейчас! Ура! Мы идем в парк аттракционов! Ура! В нашей пещере ужасов вас встретят зомби, вампиры, инопланетяне... Так... А может, сходим в цирк? Только не цирк! Папа, мама, не бойтесь! Мы будем рядом, мы же семья! С нами вам нечего бояться! Оказывается, каждый чего-то боится! И мы должны помогать друг другу побеждать страхи! И становиться смелее! Шпионские игры Ты от нас не уйдешь! Стреляй, напарник! Я не тот, за кого вы меня принимали! Я не профессор! Я шпион инкогнито! Я обманул вас, как маленьких детей! А что такое инкогнито? Инкогнито? Это значит, неизвестно кто! Так, почему вы до сих пор здесь? Вы не слышали, что вас зовут завтракать? Да, мы уже идем! И не забудьте помыться и почистить зубы! Почистим-почистим! Почему мы должны чистить зубы каждый день? И мыться! Если мы сегодня пропустим, ничего же не изменится! Надо только изобразить, что мы мылись! И никто не заметит! И кашу надо съесть до конца, а не так, как обычно! Лиза, мне кажется, этот папа не наш папа! Ты думаешь? Настоящий папа не стал бы нас заставлять! Точно! Он какой-то не такой шпион! Шпион! Пора его рассекретить! Раз, два, три, четыре! Встретимся! В волшебном мире! Этот человек долгое время пользовался нашим доверием! И выдавал себя за папу! Посмотрите внимательно на эти усы! Ничего подозрительного! Ни у Лизы, ни у меня! Усов нет! Но усы еще могут вырасти! У меня? Никогда! Этот человек ходит в очках! Вы не задавались вопросом, почему? Потому что он плохо видит или прячет глаза! Это кадры, сняты скрытой камерой! Смотрите! Вот он приказывает нам вовремя лечь спать! А вот он прячет от нас конфеты! Да-да! Он шпион! Мы должны его разоблачить! Вот наш папа! Добрый и веселый! А кто этот строгий усатый человек? Инкогнито! И он расскажет нам, где прячет нашего настоящего папу! Тогда за дело! Начинаем операцию! Инкогнито! Начинай! Я представляю вашему вниманию уникальное изобретение! С этой соковыжималкой ваша жизнь станет другой! Посмотрим, что это такое! Это Боба! Так, а где мои чертежи? Вы узнаете этого человека? Да, это ваш папа! Вы помните, как он ушел на работу в тапках? А потом он ругался, что вы не заметили и не остановили? Помню! Папа, не стал бы ругаться! Это был он? Да, действительно! Вы поможете нам его поймать? Отличная работа, агент Лиза! Так, щетка сухая и полотенце сухое! Обманули меня, решили не мыться! Говорю вам, он не шпион! Остановитесь! Буки, Розика! Идет! Тим, Лиза, срочно идите сюда! Что вы делаете? Я буду жаловаться! А на каком основании вы меня связали? На том основании, что вы не тот, за кого себя выдаёте! Всё это время вы выдавали себя за нашего папу! Я и есть ваш папа! Ха-ха-ха! Неужели? Наш папа, в отличие от вас, любит нас, а не приказывает! И мы сейчас узнаем, кто ты такой, Инкорбита! А ну, снимай мозгу! Что вы делаете? Папа, это и есть ты? Представьте себе, а вот кто вы такие! Мои дети чистят зубы и моются утром и вечером! Ааа, что, что происходит? Как больно! Мои зубы! Вот что происходит с теми, кто не моется! И кто не слушается родителей! Бежим! Ааа! Наконец-то вы поняли! Три, два, раз! Возвращаемся сейчас! Мы ошиблись, агент Лиза! Оказывается, папа был прав! Зря мы его подозревали! Папа строгий! Только когда вы нас не слушаетесь! А если вам не напоминать, вы ведь не будете ни мыться, ни есть и не спать! Ребята, главное помнить! Родители любят вас и думают о вашем здоровье! Ага, даже когда строгие! Игра окончена! Лиза, поиграем? Не, не, я сейчас занята! Давай потом! Ну ладно! Мам, ты будешь играть? Подождите! У меня тут кролики всю морковку поели! Надо срочно новую сажать! Морковку? У меня тут целое хозяйство! Столько дел! Давай потом, а? О, папа! Он-то точно в этом не играет! Получи! Еще получи! Ага, вот так-то! Кто теперь лучший танкист? Пап, и ты тоже! Да что вообще происходит? Они завязли в игре по уши! Потерял ты семью, Тим! Так, надо их вернуть в реальный мир! В этом мы тебе поможем! Раз, два, три, четыре! Встретимся в волшебном мире! Так, пока все чисто! Папа! Хо-хо! Вражеский танк! Да что с ним такое? Он что, не узнает меня? Твоему папе в этой игре все видится по-другому! Принять сына за танк? Ха-ха! Это что-то новенькое! Ха-ха! Думал в лесу от меня скрыться! Вот эта елка для него лес? Да уж! Тут могут помочь! Только волшебные очки покажут истину! Надо всего лишь добраться до папы и надеть их ему на нос! Легко сказать! Не волнуйся, мы его отвлечем! Вперед, ребята! Вражеские истребители! Эль-С-Пли! Ха-ха! Бальзила! Поиграли! Их хватит! Пап, вылезай! Я сдаюсь! Говорящий танк! Ты явно заигрался! Тут же все не настоящее! На, посмотри! Эй, правда! Тим? Так ты не танк? А я же очу тебя не... Это... Вот именно! Но главное, что узнал! Теперь давай спасать маму! Итак, займемся посадками! Неплохо, мам! Настоящая фермерша! Скажите спасибо моему трудолюбию! Спасибо, конечно! Но при чем тут трудолюбие? Думаешь, так просто достигнуть 78 уровня? Я выиграла 7 золотых огурцов! И вы сами удобряете? И сами собираете урожай? И даже с грызунами борюсь! Хозяйничаю по полной программе! Так, может, мы пирог сделаем? Пирог? Полит растение, купит забор... Тут нет такой команды! Так мы сами сделаем! Руками! Да, мам? Ну... Я так понимаю, пирога не будет! Да, столько всего выросло, а пирог приготовить не можем! За что вам только золотые огурцы дают? Столько времени потрачено и все коту под хвост! Зато в реальности ты лучшая хозяйка в мире! Не время обниматься! Надо Лизу вытаскивать! Лиза, это мы! Открывай! Мы пришли тебя освободить! Разойдись! Попробуем через окно! Лиза! Лиза! Дом тонет! Надо скорее вытаскивать Лизу, иначе она увязнет навсегда! Лиза! Лиза, очнись! Мы тонем, надо бежать! А то эта игра закончится по-настоящему! Неужели не успеет спасти? Ха-ха! Вот! Вот они! Что? Что случилось? Ты чуть не завязла в этой игре навсегда! Но Тим спас тебя! Спасибо, Тим! Ты спас весь наш отряд! Как нам тебя отблагодарить? Ну, есть одна игра, в которую я очень хочу с вами поиграть! Три-два-раз! Возвращаемся сейчас! О, восемь! Ха-па! Я тебя обгоняю! Так, секундочку! Что значит восемь? Восемь значит восемь! Смотри, не попади в болото! А то увязнешь в нем и пропустишь ход! Главное в компьютерных играх не заиграться! Иначе можно забыть про своих близких! А ведь с ними можно здорово провести время! И поиграть в настоящую игру в реальном мире! Мы верим в Деда Мороза! Это что, письмо Деду Морозу? Ха-ха-ха-ха! Его же не существует! А почему мы не готовимся к празднику? А Тим говорит, что Деда Мороза не существует! Отдай! Отдай! Здравствуй, Дедушка Мороз! Сделай так! Лиз, тебе сколько лет? Пама! Ну, скажите ей правду! Ведь нет Деда Мороза! Нет же, а! Нужно всегда говорить правду! Но, пап, мам, он же есть! Понимаешь, Лиза, это такая сказка! А сказка, как известно... Конечно! Наверное, есть! А я хотела попросить Деда Мороза, чтобы он... Ха-ха-ха! Не правду говорить нехорошо! А правду сказал, и ничего хорошего! Привет, Тим! С наступающим... Настоящим праздником! Какой же он настоящий! Если и папа, и мама в Деда Мороза тоже не верят! А ты, Тим, веришь? Верим, не верим! Ха-ха! Проверим! Куда нас занесло? Кажется, это север! Крайний север! Я бы сказал, бескрайний! Так он же на полисе живет! Он! Кого ты здесь хочешь найти? Деда Мороза? Ха! А почему ты Лизу не взял в свою фантазию? Э-э-э-э... Занята, Лиза! К празднику готовится! А я решил ее письмо Деду Морозу передать! Вот! Ай! Куда? Смотрите! Письмо знает дорогу к Деду Морозу! Скорее! За ним! Э-э-э! Этак мы и к Рождеству не доберемся! Аэропочтовые сани! Поехали! Мамы и папы, попробуйте просто ночь на вагоне! Стань теми взрослыми! И к Нож Мороза смешит вас блестящих! В гости зайдет Дед Мороз настоящий! Мамы и папы, попробуйте просто ночь на вагоне! Мы потеряли письмо! Куда же нам теперь идти? Ах! Тут еще одно письмо! Это письмо, которое не дошло до Деда Мороза! Может, они нас к нему приведут? Что это? Эй! Есть кто? Вы не знаете, как проехать к дому Деда Мороза? Это и есть дом Деда Мороза! Дед Мороз – это я! А я – Снегурочка! Очень приятно! Меня зовут Дим! А как к вам попасть? Где вход? Ох, ох, ох! К нам перестали приходить письма! Работы нет! Вот мы из дома не выходим! А дом наш снегом завалило! Не верят теперь в Деда Мороза ни взрослые, ни дети! Я! Я верю! Сейчас! Не бойтесь! Дед Мороз печку не топит! Смотрите! Люди все-таки верят в Деда Мороза! Сколько тепла в этих письмах! Вот, Дедушка Мороз, это письмо моей сестрички! Тим, а о чем меня хотела попросить Лиза? Здесь не написано? Это из-за меня Лиза не дописала письмо! Я сейчас, я спрошу! Я успею! Подождите, а я ведь не увидел, какой он Дед Мороз! На это у нас уже нет времени! Скоро Новый год! Лиза, Лиза, я передал твое письмо Деду Морозу! Настоящему? Конечно! Он настоящий, честное слово! Я с ним разговаривал! Но ты не написала свое желание! Здравствуйте, дети! С Новым годом! Мое желание сбылось! Я попросила Дедушку Морозу, чтобы ты, Дим, поверил в чудеса! И стал чуточку добрее! Вот видите, чтобы наполнить праздник волшебством, надо просто поверить в чудеса! А если в них верить, то сбудутся любые желания! По-настоящему мы, например, верим в Дедушку Мороза! Оставленный А вы не забыли про мой спектакль? Конечно, не забыли, Лиза! Мы все обязательно придем на тебя посмотреть! Ой, только меня избавьте от этого зрелища! Как? Ты не придешь? Эти детские дурадкие выступления лично мне неинтересны! Мама, спасибо за ужин! Я чистить зубы и спать! Маркиз, тапки! Давай, давай! Да, Маркиз, ты, конечно, не собака! Всем доброе утро! Папа! 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 Лиза! Папа! Мама! Лиза! Вы где? Если вы решили поиграть в прятки, то я сдаюсь Так, хватит, это уже не смешно Привет, Тим! Да где же вы? Они бросили нас Ты слышишь, Маркиз? Тим, вас никто не бросил Они просто ушли на детский праздник Бросили! Что происходит? Тим нас не видит и не слышит Как вы могли так поступить со мной? Я же так вас любил! Теперь только ты в моем сердце, Маркиз Хотя ты и не собака А они предатели! Решили от меня избавиться! Ничего, мы и без них проживем Это была мамина шуба Я поняла Кто злится, тот не видит ангелов Пока продержимся на сосисках и молоке А потом охотиться начнем Нам нужно соорудить безопасное жилище Это защитит нас от хищников или соседей Прием! Меня зовут Тим! Меня кто-нибудь слышит? Отзовитесь! Прием! Не отчаивайся, Маркиз Где-то в мире точно остались живые Они найдут нас и спасут Он решил, что он остался один на земле? Вы еще пожалеете, что потеряли такого сына И такого кота Тим, а может это ты себя вел неправильно? Поэтому все тебя бросили Может быть тебе надо извиниться? Дайте подумать Я не пошел на выступление Лизы А нас с Маркизом бросили умирать в одиночестве И после этого я должен извиниться? Нет! Хорошо, что это были не настоящие мы Ангелы мне не помогли! Вы все меня предали! Кроме тебя, мой верный Спокойной ночи, Маркиз Спокойной ночи, Тим Ты умеешь говорить? Так ты даже лучше собаки! Тим, мне немного обидно, что ты сравниваешь меня с собакой Собакам нужно только есть и гулять А мы кошки Можем сказать Прости меня, Маркиз Я начал превращаться в животное Так, испанники Я спасу нас Маркиз, мы улетаем отсюда Дай! Дай! Мы найдем новый мир Тим, не надо! Стой! Как? Как его остановить? Из своего мира фантазии Тима может вернуть только он сам Мы найдем с тобой хорошую, добрую семью Где нас будут любить Что за ним? Он сошел с ума! А что случилось? Молчи, ядро! Нас не было три часа Тим, ты что здесь устроил? Три часа? Вы уверены? Видимо, у всех время идет по-разному У меня скоро будут соревнования по плаванию Вы придете? Тим! Мы семья И в самые важные моменты мы всегда будем рядом Теперь тебя одного оставлять Опасно! Надеюсь, теперь Тим понял, что никто его не бросит Но только и ему Никогда нельзя бросать свою семью Интересно А куда бы они полетели? Знаю, что не знаю Уроки сделаны! Можно смотреть телевизор! Мультики! Извините, но пока я не починю телевизор Мультиков не будет Но зато вместо этого я покажу, как тут все устроено Вот транзистор Пап, если честно, это скучно Да, мы вернемся, когда будут мультики Неужели вам неинтересно, как работает телевизор? Да кому это надо? Мы же ремонтируем телевизоры! Ха-ха-ха! Транзистор! Ну, папа дает! Это они над папой смеются? Ха! Решили, что папины знания им не нужны А это мы сейчас проверим Раз, два, три, четыре Встретимся в волшебном мире! Тим, ты здесь? Здесь! Тебе страшно? А тебе? Вот они, шпионы заморские! Поймали, батюшка царь! Одежды-то у них, посмотри, какие чудные! Мне кажется, мы перенесли с тобой на тысячу лет назад В Древнюю Русь! Не шептаться! Мы из будущего! Ха-ха-ха! Правда, и из будущего? Ха-ха-ха! И из будущего, говоришь? Ну, раз так, докажи! Да очень просто! А это что у вас? Телега! Мы ездим на машинах без лошадей! Без лошадей? Да как это возможно? А ну-ка расскажи, как эти ваши машины устроены? Как-как? Наливаем в машину бензин и едем сто раз быстрее в ваших телег! А бензин это что? Ну, это, это, это смесь такая вонючая! Вонючая, говоришь! А дальше что? И все! Дальше поехали! Фу! Ну и вонь! Сейчас телега сама поедет! Нет, так она не поедет! В машине, понимаете? Ой, фу! Ну, там внутри все сложно устроено! Я не знаю как, но она ездит! Понятно! В темницу их! Стойте, стойте! Вот как вы колбасу храните? А молоко? Оно же в тепле портится! Киснет молоко! Ей-богу, киснет! Нет, знаете, где мы в будущем храним продукты? Поведай, коль не шутишь! В холодильнике! Эн-то что еще за напасть? Ну, холодильник, как шкаф! Мороз там! И снег даже! Откуда ж там мороз берется? Эм-эм, не знаю! Не знаешь? Вам бы это лучше-то царя не злить! Мы холодильник включаем в розетку! А розетка? Это кто такая? Ха-ха! Ну, это такая штука круглая в стене! Эм-эм, в ней две дырки! Вот, как у поросенка пятачок! Да-да-да! И мы в эти дырки вставляем две железные палочки! А ей по проводу идет электричество! Ну, это как молния! Тот же может ударить! Молния из поросенка! Что за ересь такая? Дурить меня вздумали! Да шо мы их слушаем? Право слово! В темницу! Навеки вечные! Так, весело тут у вас, древняя Россия, такое! Ну, нам пора! Три-два-раз! Возвращаемся сейчас! Не работает, потому что еще не поняли ничего! В темницу! Не надо нас на веки вечные! Мы правда! Правда из будущего! Вы же о будущем не знаете ничего! Да мы знаем! Что ничего не знаем! Вам что, никто не объясняет? Или вы не слушали? Не слушали! Мы же не думали, что к вам попадем! Отпустите нас! Нам папа все объяснит! Эх, не верю! А мы поверим! Три-два-раз! Возвращаемся сейчас! Привет, ребята! Привет! Извините, мы спешим! Нам еще столько узнать надо! Папа, ты телевизор починил? Как видите! Разбирай обратно! Мы хотим узнать, как он работает! Вот это наши дети! Увлеченные! Сейчас я покажу вам транзистор! Я бы остался послушать! Очень интересно! Всегда важно знать, как все устроено! Вдруг пригодится! А если вы, ребята, хотите узнать что-то новое, спросите у родителей! Или в школе учителей! Все или ничего! Доброе утро, мам! Доброе утро! А Лиза где? Спит еще? Лиза сегодня встала раньше всех, и уже позавтракала! Не понял! Пау, пау! Что? Это мой пистолет! И шляпа моя! Хотела просто поиграть! Это я играю в ковбоев! Мама! Тим, что случилось? Лиза взяла мои игрушки! Тебе для сестры игрушек жалко! Она мелкая и постоянно все ломает! Жадина! Может, он просто не выспался? А мы это сейчас выясним! Раз, два, три, четыре! Встретимся в волшебном мире! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, давай! Давненько я здесь не бывал! Плесни-ка лимонаду дикому Тиму! Кому? Это ж я, Тим! И что? Пожалуйста! Кого это еще принесло? А! А-а-а-а-а-а-а! Кто здесь, Дикий Тим? А-а-а, в чем дело? Твоя сестра похищена нашим индейским племенем! Равно полночь! Эй, Дикий Тим, должен оставить в указанном месте выкуп! Иначе твоя сестра! Иначе мы ее! Иначе мы ее съедим! Что? А-а-а! Да, потому что мы индейцы-лизоеды! А какой выкуп? Ты должен отдать за сестру столько игрушек, сколько тебе не жалко! И помни, мы очень голодные! Бу-у-у-у-у! Ох, что это за игра такая? Я думала, это индейцы боятся ковбоев! Это не игра, парень! Это ультиматум! Тебе предстоит сделать сложный выбор! Ха-ха, я же Дикий Тим! Меня эти индейцы не проведут! Сейчас нельзя жадничать, Тим! А это все-таки твоя сестра! Мне для сестры еще не жалко! Ударь в грязь лицом! Они еще узнают! Ау! Сколько не жалко! Это сколько? Это все? Или ничего? Непонятно! Они хотят забрать все мои игрушки! Все до одной! Хитры они, индейцы! Я не верю своим глазам! Он что, отдаст нам все свои игрушки? Не знала, что у Тима такое огромное сердце! Да, таким братом можно гордиться! Мне так стыдно! Я думала, что он жаден! Вот! Этого не жалко! Что он там положил? Пуговицу! 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 Тим! Благодаря своего спасителя! Ты пожалел своей игрушки! Не все! Это даже не игрушка! Значит, так ты меня ценишь! Я же тебя спас! Мы просто пошутили! Хотели тебя проверить! А ты? Да я тоже пошутил! Вы что? Не поняли? Лиз, давай обиграем вместе! Пап! Мам! Зачем вы мне нужны, если играть не с кем? Простите меня! Я так больше не буду! Мне кажется, вот теперь Тим все понял! Три, два, раз! Стой! Жадина! Теперь можно! Три, два, раз! Возвращаемся сейчас! Вот, это все твоя, Лиза! Мне ничего на тебя не жалко! Что бы ты ни попросила! И даже в ковбоев мне можно поиграть! Ну, конечно! А с кем мне еще играть, кроме тебя? Ты же моя сестра! А ты мой брат! Значит, все-таки не жадина! Жадиной быть не очень-то весело! Потому что с жадинами никто не дружит! В гостях хорошо, а дома лучше! А я уже снова в гости хочу! В следующий раз пригласим ваших друзей в гости к нам! А сейчас быстро чистить зубы и спать! Тим! А это что? Откуда у тебя новый солдатик? Как это откуда? Нашел? Нашел? Спокойной ночи, Лиза! Ну, ладно, спокойной ночи, Тим! И тебе спокойной ночи! Что-то не верится мне, что Тим говорит правду! Ты хочешь сказать, что... А это мы сейчас выясним! Раз, два, три, четыре! Встретимся в волшебном мире! Просыпайся, Тим! На утреннее жертвоприношение опоздаем! О, великий бог! Прими от нашего племени Майя эту кукурузу! Кто-то похитил наш Татэ! Что? Признавайтесь, кто украл наш Татэ? Татэм! Вы знаете, что будет, если не вернуть Татэм? Боги погубят весь наш урожай! Как хоть выглядел этот Татэм! Он такой маленький! У него руки вот так крутятся! Ты знаешь, кто его украл? Думаю, надо искать! Всё, мой гений Спарчен! Вычеркнуть его из нашего календаря! Чтобы не гневить богов, вы пройдёте испытание, которое определит вора! Вы должны поймать волшебного ягуара! Чтоб сразиться с духом леса, каждый охотник должен испить зелье змеиного яда! И тогда боги придут к вам на помощь! Тим, твоя очередь! Привет, Тим! Меня зовут Эскотлипока! И я знаю, что ты сделал! Но если ты не признаешься, то отравишься! Эскотлипока предупредил! Чувствуешь новые силы? Да, такие силы, такие новые! Тогда вперёд за ягуаром! Ай! 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 Ау! Ай! И кто вообще придумал ходить под джунглям босиком? Тим, если ты не скажешь правду, ты потеряешься в этих джунглях! И никогда не найдёшь дорогу домой! Опять ты! Что тебе надо? Слушай! Эскотлипока просто предупредил! Мне так неудобно! Лиза, не спорь! Это лучший способ охотиться! Всё, не отвлекайся! Ай! Это же... это... Лиза, молчи! Никому не говори! Почему это я должна молчать? Извини, Лиза! Тим, а где... Это что же, Лунопарк? Богиня Радуги Ищель приветствует вас, охотники! Вы откроете мне все ваши страшные секреты, и тогда я пущу вас дальше! Ну всё, приехали! Дальше она тебя не пустит! Почему это? Ты же не признаёшься! Чё ты за мной ходишь, а? Лучше бы подсказал, что делать! Скажи правду! Я просто... Ты с котлепока просто предупредил! Именно! А от кукурузы у меня растёт живот! Хорошо! Проходите! Следующий! Что ты говоришь? Я не понимаю! Ну проходи ты уже, только замолчи! Угу! Фу! Вот это! Где-то здесь я ловушку поставил! Так вот же она! Ну, значит, дальше без меня! Удачи! Кто украл тотем, того Егор обязательно съест! Ха! Это мы ещё посмотрим! А-а-а! Егора! А-а-а! 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 Давай, Егор, ешь его! Ешь его! Бруна! А-а-а! Ты поймал Ягуара? Это не Ягуар! Это Маркиз! А ты не вождь племени! Ты Блэки! А это Вайти! А ты Розика! Я сразу вас узнал! А вот ты кто? Ты! Это я? Ты с котлепока, это твоя совесть! И поэтому я всё о тебе знаю! Ну, я не крал солдатика! Я случайно его в карман положил! Честно? Честно! Что мы с тобой сделаем? Ты знаешь, что три-два раз возвращаемся сейчас! Мам, я вчера взял то, что не моё! Ты понимаешь, что твой друг сейчас ищет свою игрушку? Да, и мне очень-очень стыдно! Это называется муки совести! А я щас позвоню и скажу, что солдатик у меня! Как говорится, от совести не убежишь! И в джунглях не спрячешься! Поэтому лучше вести себя так, чтобы совесть не мучила!